Давайте из этих двух кабачков приготовим три блюда. Кабачки я чищу, убираю семечки, потому что они уже крупные. Натираю на черочке, обязательно добавляю соль, перемешиваю. Далее лишнюю влагу отжимаем. Я это делаю с помощью рук, так удобней. 430 грамм я убираю и оставляю в оставшуюся массу. Добавляю 2 яичка, 5 столовых ложек муки, немножко солю и хорошо все перемешиваю. Далее мне понадобится 2 сковородки, одна большая, я буду на них жарить оладушки, а на маленькой я буду делать пиццу. Жарю я все на среднем огне, оладушки по 5 минут с каждой стороны. Пиццу подольше, около 8 минут. Для пиццы я сюда беру маленькую сковородку, потому что в ней легче перевернуть называемую большой кабачковой оладушек. А дальше понятно, по классике. У меня помидорка, колбаска, 4 минуты под крышкой, добавляю сыр и еще раз под крышку. До готовности. Вот наши оладушки со сметаной, очень вкусно. И вот наша пицца, тоже очень вкусная. Далее приготовим кабачковый пирог. Творог 200 грамм, яйцо 2 штуки. Сахар 200 грамм, 1 чайная ложка разрыхлителя. 200 грамм манки. Все это дело хорошо перемешиваем сначала с помощью вилочки, а далее на помощь возьму блендер, потому что нужно это дело все хорошо размешать, чтобы у нас не было комочков. Вот такое вот тесто получается. Далее добавляем наш кабачок, 430 грамм, который мы убрали вначале, и тоже хорошо все размешиваем. Заливаем в подходящую форму. Такое тесто получилось. Выпекаем 1 час 10 минут при 170 градусах. Есть сомнения, приготовился ли ваш пирог, используйте зубочистку. Ею протыкаете пирог, и на зубочистке не должно оставаться тесто. Тогда ваш пирог точно готов. Украшаем сахарной пудрой, со сметаной, будет еще вкуснее.